добрый день здравствуйте здравствуйте коллеги очень приятно видеть столько народов в чате всем ли меня слышно и видно пожалуйста плюсики поставьте слышно не видно ли четко ли все потому что она вижу хорошо все вижу плюсики тогда мы можем начинать я по технологии что какой-то блок информации я посмотрю какой-то блок информация я расскажу и потом уже буду смотреть на вопросы которые будут чате чтобы не прерывать мысль но вы многие преподаватели принципе понимаете что такая идея она имеет место быть тема дизайн для дизайнеров я назвала именно так обучающей презентации и дизайн для педагогов именно для преподавателей почему эта тема очень обширна очень актуальна и очень интересно с одной стороны и сложна и именно сложна она для репетиторов для преподавателей для учителей которые работают в школе но план сегодняшнего нашего вебинара закончить нам нужно зачастую я уже сказала что тема довольно обширная первое зачем нужна коррекция презентации зачем нужен дизайн виды графического дизайна графики кодирование цвета компьютере подбор цвета быстрое оформление картинки и текста поставить презентации готовые шаблоны оформление презентации то есть это основные будут идеи за которые вы можете потом взяться взять их как-то за основу посмотреть и использовать дальше своей работе но первое что я хочу сказать зачем нужна коррекция презентации зачем нужно думать о дизайне учебных презентаций но вы при многие преподаватели знаете не то что многие а все должны знать да что представление презентации может быть пугающим вам нужно не только написать контент или содержание и который будет привлекать внимание но и также подготовить слайды которые поддерживают ваше сообщение чем выталкиваемся на современном этапе к сожалению с тем что очень разнообразный дизайн я бы сказал так аккуратно сказать разнообразный дизайн отвлекает от смысловой составляющей идея такая что нужно совместить и дизайн и идею так чтобы она шло в единой ветке это довольно таки иногда сложно потому что это отнимает время это нужно время и это шлифовка она должна быть отработана именно с точки зрения получения навыка которого времени у преподавателя часто не хватает но она захватывает интересно как можно это сделать максимально быстро да для того чтобы было интересно и вам и чтобы вы получили результат ну немножко тебе с теории к сожалению здесь не обойтись и просто практика основанная на теории она пойдет легче но первое что можно сказать про виды графики вообще компьютера наверно может кто-то знает что-то для многих может быть будет знакомо но повторение мое течение поэтому я некоторые основные положения повторю и объясню почему она и для чего оно нужно виды графики основные векторная растровая и фрактальная подробнее я не буду говорить еще и комбинированная это которая совмещает в себе все три вида векторная графика она по фигурам растровая графика по пикселям это если уже совсем так кратко говорить и фрактальная на основе математических форм тоже сейчас развивающаяся графика и так растровая графика посмотрите прямоугольная матрица одинаковых неделимых элементов пикселей но она это растровая графика знакома ну всем буквально потому что сейчас цифровой век у всех цифровые по фотоаппараты и телефоны ну может быть не у всех прям фотоаппараты но без телефона по фотографии никто не обходится поэтому растровая графика у вас всегда под руками почему я останавливаюсь на кодирование ее этой растровой графики именно по пикселям потому что от этого зависит изображение от того чтобы понимать как она зачем между собой взаимосвязано вот данном случае у меня здесь примитивный пример кодирование графики да то черно-белый рисунок по клеточкам пиксели занимают либо нолик либо единичку то есть это раздел который кодирует если есть цвет это единичка если нету цвет это нолик то есть это самый простейший вариант того как кодирует компьютер цвет внутри себя в голове но в данном случае двухцветный код и мы можем видеть что этот код это битик и у нас всего получается картиночка занимает 72 бит то есть она очень-очень маленькая объем этой картинки будет очень маленький вот изображение растровая которые уже более знакомы вам это фотография обычная если мы фотографию будем увеличивать довольно таки сильно но здесь данном случае пример 12 13 пикселизация то мы с вами видим что вот какой-то простейший вот этот вот вариант да сочетание вот она шпиль да он у нас будет преобразован в маленькие 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 квадратики либо в пиксели и каждый пиксель у нас с вами он не имеет четкого цвета ну каждый пиксель несет четкий цвет и хотя граница на всей фотографии она посмотрите вроде как кажется четко увеличивая фотографию мы видим здесь нечеткость цветового изображения как вот с этим работать да но это уже больше совсем к тем людям которые обрабатывают фотографии но само представление вам голове должно перспективе быть растровое кодирование растровые файлы зачем они нужны то есть четкие фотографии которые у вас будут я привяжу и привожу здесь примеры форматов файлов которых можно сохранить растровые фотографии до которых они в принципе у вас могут быть в мобильном телефоне на компьютере там где вы будете работать потому что при работе с вашими презентациями изображения вы можете брать иллюстрации как в растровом формате так и вектором так вот растровые форматы из зависимости от их типа может быть вариант того сколько они хранятся по объему на вашем диске в вашем телефоне и привела примеры графических редакторов которые работают с растровыми изображениями но профессиональный вариант редактора тадок фотошоп это профессиональные дизайнеры дизайнерские программы развиваются инструменты добавляются освоение фотошоп это очень интересно захватывающее зрелище но требующее время и причем еще к тому что это лицензионная программа требующая лицензии оплаты если говорить для нас для преподавателей ну я работать фотошоп умею потому как по специализации информатика я осваивала и преподавала у дизайнеров и мне было это интересно понять если отводить быстро и без лицензии бесплатный вариант это редактор джим мне очень нравится редактор paint.net то есть он как я его зову мини фотошоп который можно заменить много инструментов сейчас есть в онлайн режиме то есть без установки на компьютере и там основные функции по корректировке фотографий тоже можно изучить быстро но это отдельная тема векторная графика векторная графика основана на том что идет описание графических примитивов но графические примитивы это точка прямая окружности прямоугольник это внутри компьютера заносится матрица которая нам показывает и запоминает объекты векторная графика применяется где это логотипы это рисование геометрических фигур это четкие формы это стилизованные под рисунок фотографии если вы находитесь в инстаграм например или в каких-то социальных сетях и многие точно знаю если не преподаватели которые работающие в школе но репетиторы точно ведущие свои аккаунты они стилизуют свои фотографии под рисунки это отдельный бизнес который составляет это чем это интересно да то есть не стандартная подача ну особенность векторной графики чем хороша она да посмотрите рисунки из геометрических фигур ну вот например созданная бабочка мы можем разбить ее на отдельные элементы и уже изменять цветовую палитру этих элементов как нам будет удобно в этом плане это очень выгодно для особенно для я бы сказала для преподавателей технических наук если делать презентацию ну если для школьного варианта то алгебра геометрия физика химия биологии где формула то там векторная графика более актуальна для применения если составлять опять же схемы чертежи какие-то планы но понимаю о том что работаю информатиком я знаю что схемы чертежи и планы они есть не только у технических наук преподавателей да но и у гуманитарных то есть это как раз элемент векторной графики которая у нас присутствует в компьютере просто это нужно понимать векторная графика и форматы векторные форматы которые применяются они не так на слуху у не специалистов у не дизайнеров но вот работающие которые программы файлы и форматы файлов то есть и рядышком написаны программы в которых можно эти форматы получить то есть это если вы будете работать в этих программах то форматы файлов автоматически вам будут предложены для сохранения и когда вы будете открывать этот файл он запросит автоматически эту вашу программу но опять же это тоже еще целый блок темы здесь привела примеры графических редакторов которые работают в векторе профессиональный очень профессиональный хороший редактор CorelDRAW ну или Adobe Illustrator он тоже работает с этими файлами очень хорошо но опять же время и деньги на изучение так как это требуется лицензии это нужно профессионально и этим нужно заниматься и изучать эти инструменты есть в редакторе которые без лицензии бесплатные относительно свободной свободной лицензии это в OpenOffice.org есть редактор векторный из геометрических фигур Inkscape тоже редактор который работает с этим но хочу отдельное внимание обратить на инструменты которые вас всегда под рукой вот всегда это точно это сейчас это Powerpoint Word Excel это Microsoft Office пакет где есть векторная вот эта вот графика постоянная применяемая и очень удобная и эффективная просто об этом не говорят как это активно но для преподавателей эти инструменты очень-очень-очень возможны для применения такой же инструментарий находится в Google презентациях то есть на современном этапе работы с облачными технологиями она активно развивается одновременная работа с проектами одновременная работа с учениками с презентациями представление презентации и обучающих всяких файлов которые есть вот Powerpoint и Google презентации они идут наравне сейчас потому что я работаю с тем и с тем и инструментарий постоянно-постоянно развивается и модифицируется то есть если вам нужно сделать свои структуры свои схемы свои какие-то инструменты как-то сделать такой уникальный вариант дизайна вашего это такой момент который важен и интересен но и на освоение этих инструментов идет времени поменьше раз в два чем на освоение инструментов Corel, Adobe и других более сложных редакторов это векторная как раз графика из того что я сказала коллеги понятно что говорю какие-то вопросы есть что-то есть очень непонятное или незнакомое дайте пожалуйста знать есть ли народ здесь в чате что-то понятно или нет слышно ли меня может быть я говорю меня не слышно отлично вижу уже два плюсика хорошо отлично уверена что многие работают с графическими редакторами поэтому просто общее экскурс в теорию должен быть чтобы картиночка у вас в голове вообще сложилась отлично идем дальше и так что же лучше векторная или растровая графика я не могу сказать что лучше что вы будете преследовать при выполнении с точки зрения преподавателя как преподавателя для учебных вариантов я предпочитаю использование векторной графики с точки зрения создания бизнес-презентации с которыми я тоже связана и изучая именно бизнес-вариант подачи то там они идут наравне и очень часто идет растр впереди то есть сначала хорошее изображение на которое накладываются уже векторные элементы и так векторная графика да векторная графика плюсы и минусы лучший способ для хранения чертежей схем карт это уже однозначный вариант при кодировании нет потери информации при изменении размера нет искажений меньший размер файла зависит от сложности рисунка но это уже для профессиональных вариантов и неэффективно использование для фотографий размытых изображений ну можно сказать вот неэффективно я привела пример например здесь стилизованные фотографии вот этой вот да которая у меня есть под рисунок то о чем я вам говорила ну раньше это считалось неэффективно сейчас с точки зрения дизайна это называется векторизация то есть для рекламщиков это очень даже эффективно то есть здесь идет перевод изображения в геометрические фигуры вот эта буква С она показывает что изменение размера масштаба не влияет на ее качество и такое допустимо только в векторном редакторе то есть вы можете изменить блок или часть рисунка не затрагивая другие элементы а вот это вот оно очень иногда бывает удобно дальше что лучше если мы рассматриваем про растровую растровая графика универсальный метод получается единственный метод кодирования изображений фотографий не имеющих четких границ но опять же изменение масштаба оно будет за собой тянуть изменение качества изображения здесь нужно думать над тем как масштабировать если мы говорим про фотографии то конечно растровый вариант это самая лучшая передача фотографии для применения для передачи куда-либо дальше уже нужно смотреть и вот на качественные фотографии обращать конечно нужно внимание поэтому я не могу сказать что лучше а что хуже все зависит от тех целей которые вы будете преследовать в плане разработки ваших учебных курсов учебных презентаций учебных обучающих каких-то сообщений может быть у кого-то свои сайты свои аккаунты в инстаграме если это как не государственные работники а частным образом работающие то здесь нужно изучение и того и другого и так вот фрактальная графика фрактальная графика на современном этапе довольно таки развивающийся элемент но опять же об этом знают не все потому что для дизайнеров оно интересно на фоне вот этих вот это примеры фрактальной графики и на на современном этапе делаются даже картины целых фракталов на математических формулах и подбор цвета можно затонировать особенность фрактальной графики вот я вам показываю примерчик один маленький элемент он укрупняется вот пример здесь и из него компонуется большой такой новый элемент то есть это все на математических законах происходит для вас как для преподавателей как можно использовать фрактальную графику но я ее говорю что можно применить и ребятам которые мы делаем проекты и коллегам ее можно очень хорошо и эффективно применять как фоновую но нужно будет это тоже тонировать подбирать по цвету по стилю немножко но на фон она создает такой вариант космического рисунка пример допустим создание фрактальной графики в которой кстати можно применение того что математика нужна в нашей жизни допустим пример для математиков вот у меня мелкий рисунок у этого рисунка есть еще более мелкий рисунок листик который в разных поворотах под углами формирует вот эту большую красивую веточку вот вам вариант применения математических законов для живописи дальше теперь как можно выбрать эти изображения и где можно брать хорошие фотографии быстро как можно их найти так коллеги мне тут пишет что постоянно выкидывает Сергей Петрович я просто не знаю с этим вопросом как решить может быть перезайти может быть это вопрос сервиса я в данном случае пока вам очень чем не могу из того что сказала по видам графики что ясно а что нет какие то проблемы вопросы есть понятно ли или нет дайте пожалуйста знать коллеги я так понимаю что видно слышно все понятно отлично ну это была очень краткая теория очень 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 я не углубляюсь в процесс информатики с ребятами при подготовке к ИГЭ по информатике я более подробно затрагиваю эту тему потому что это раздел который у ребят должен быть в голове потому что на эти задания идут задачи для решения где можно взять фотографии я очень часто пользуюсь стоковыми сайтами но бесплатный вариант сайта Pixabay который мне нравится чем ну во первых бесплатно да здесь я на изображении на слайде показала вариант того как можно обратить внимание на фотографию и выбрать либо векторный вариант либо растровый вариант который вы можете для себя применить посмотрите у меня вот здесь я еще вот это пункт выбора так сейчас я покажу вот это пункт выбора где вы вводите тему школа книги ну я не знаю там которые вам будут нужны развитие интеллект выдаваться будут разные спектры изображений среди них вы можете определить я специально красным прямоугольником обвела те направления которые вам нужны либо иллюстрации либо клипарт картинки например вот здесь у меня картинка которую я искала под школу вот это рисуночек ну можно просто если простым языком сказать разукрашенный рисунок как разукрашки если для малышей кстати для начальной школы очень удобно использовать векторную графику она может быть разбита отделена на детали допустим и дальше изменены портфельчики цвета одежда добавить какие-то бантики карандашики то есть можно много чего делать самому преподавателю тогда как если это брать в плане уже растровое изображение то поковыряться придется довольно таки много и где мы можем видеть то есть когда вам предлагают выбор в каком формате вы можете скачать изображение бесплатно то вам предлагается формат векторный или растровое и разрешение каком вы будете скачивать рекомендую выбирать максимальное разрешение потому что оно потом дает вам хорошую хорошую четкость это очень удобно для дальнейшей проработки вы всегда потом можете фотографию обрезать лучше ее обрезать если я если говорим про растровое чем потом ее растягивать или как-то изменять и она даст ужасное качество где можно выбрать еще фотографии допустим векторного формата ну поисковой поисковая система здесь я не даю рекомендации конкретно по какой поисковой системе ранее когда на заре поисковых систем то google конечно по картинкам был наиболее актуален чем допустим яндекс яхоу или другие поисковые системы сейчас уже вы можете использовать другие я даю пример для google потому что я в основном с google chrome работаю сейчас по максимуму итак вы выбираете допустим пример 1 сентября картинки и тип картинки инструменты выбираете тип тип вам потом выдаст картинки инструменты и тип я выбираю клип арт то есть клип арт это как раз картиночки которые как рисованные художником которые мы можем либо если говорить профессиональным языком векторный формат ну когда появлялся офис то там как раз ставка рисунков клип арт она как раз и так и была и переводчики так и ставили клип арт это картинки которые вам дадут в векторном формате которые вы можете разгруппировать то есть все геометрические фигуры в векторной картинке сгруппированы вы можете их разгруппировать и изменить их цвет фон заливку все что угодно и потом опять сделать группировку это все очень удобно причем это все работает в пауэрпойнте в гугле очень хорошо гугл презентация ну и комбинированная графика сочетание векторной и растровой комбинированная графика наиболее эффективна в основном я не видела ее активного применения обычными учителями школ ну потому что она требует подхода до такого стилизации в бизнес в презентациях она активно применяется ну почему бизнес есть бизнес но все равно нужна стилизация потому что допустим вот здесь вот в этой картинке идет растровая графика фоном расположена картиночка и вот эта стрелочка она может быть создана как в растровом редакторе так и в вектором редакторе с помощью специальных инструментов и здесь уже идет момент того что какую идею вы хотите подать этой картинкой что могу сказать на этом вот моменте когда идет разговор про комбинированную графику и про использование если мы сравниваем бизнес презентации для бизнеса для представления каких-то проектов для представления результатов ценовых политик то стиль должен быть очень четкий меньше текста цифры и минимум графики 2-3 цвета максимум четкость да то есть графическими методами отобразить информацию для учебных презентаций иногда количество текстов убрать очень сложно это преследует принцип обучения терминология определения какие-то схемы и вот тут нужно очень думать как это подать как это правильно убрать то есть может быть корректировка материала не даст корректировка в плане того что убрать какой-то текст он не даст эффективность при обучении и вот это очень четко нужно отслеживать что нужно делать урезать текст чтобы было красиво или сделать текст но будет некрасиво и вот некрасиво не то что в плане там мы же, не цветы здесь сажаем а так чтобы воспринималась глазами и чтобы оно осталось и запомнилось ваше обучение ну, кодирование изображения посмотрите, тут зависит от параметров размер, разрешения цветовая модель и глубина зачем я об этом так подробно и долго говорю потому что это потом вы можете применить уже у себя в работе ну, если мы говорим с вами про размер произведения ширины на высоту в пикселях то есть, что я вам говорила, когда идет скачивание вашей презентации ваших фотографий, которые вы ищете разрешение ну, здесь плотность, чем выше плотность тем лучше у меня приведен пример двух рисунков которые идут в плохом разрешении и в хорошем разрешении то есть, это качество как раз картинки которые мы смотрим и два момента, которые может быть незнакомы то есть, вот эти вот параметры, они на слуху на слуху у тех, кто дизайном напрямую не занимаются где-то не занимаются фотографией и, в принципе, об этом слышали часто тип цветовой модели и глубина цвета об этом не задумываются ну, что это такое, как с этим работать как это применить для себя вот об этом дальше более так подробно, но тоже и так, кодирование изображения есть дискретизация и кодирование дискретизация это разбиение на элементы, кодирование, присвоение каждому дискрету параметров. Ну вот посмотрите, разрешение, разрешение картиночки, еще один пример вот такого рисунка, посмотрите, с большим разрешением, с хорошим и с плохим разрешением. Вот вам вариант отображения качества, да, то есть разрешение может быть одно и то же, 10 на 10 сантиметров Это то, чтобы вы понимали, что когда, допустим, вы будете вашу презентацию распечатывать или показывать на экране, то вы должны в голове у себя всегда помнить. Разрешение ваших картины должно быть качественное, большое. Тогда ее будет четко видно при печати, при показе на экране, при демонстрации где-либо. Ну, пример схематичный, как можно закодировать изображение, как кодируется изображение, как оно в голове у компьютера сидит. Я вам приводила пример с буквой К и вот кодирование графики. Вот она прямая, вот там она видна, кусочек прямой виден. И дальше кодируется уже единичками и нулями и размер файла, он вот здесь 64 бита. Если я закодирую или разобью на более мелкие размеры, то картиночка будет увеличиваться. Поэтому картинки качественные, с большим разбиением. Они всегда большого объема. Они всегда большого объема по размерам, но они качественные. Поэтому здесь очень важно помнить параметры памяти вашего компьютера или телефона, чтобы можно было хранить эти картинки, если вы их про запас куда-то там откладываете. Это вариант черно-белого кодирования рисунка, то есть цвета всего 2. То есть глубина либо 0, либо 1. То есть 1, 0, 1, 0. И он хорошо вроде как 64 бита поставит. Если я начну изменять количество цветов, иду в глубину, то у меня начнется изменение объема файла. То есть я буду делать мелкие квадратики, еще и глубину цвета делать. Ну, пример монохромного изображения. Изображение, посмотрите, 4 цвета. И если мы говорим уже про большое количество цветов. То есть каждый маленький пиксель, который получается при разбиении, он сейчас уже кодируется вот огромным количеством цветов. И это, соответственно, объем вашей информации, который должен быть. Но такие картинки четко отображают ваш информационный поток. Глубина цвета я здесь привела по примеру фотографий. Посмотрите, вот вариант глубины цвета, когда только 2 цвета, и фотография не очень четкая. Но иногда она тоже в рекламных селях используется. И вот здесь технология увеличения количества цветов. И вот здесь уже цветов максимально много. И здесь идут все оттенки серого, черно-белая фотография. То есть ее, посмотрите, качественность и отображение. Итак, это если говорить про глубину цвета и про кодирование. Теперь, что же делать, если мы работаем не с черно-белыми фотографиями, а с цветными. И как в этом огромном многообразии цвета не потеряться, как многие теряются. И не сделать модель, которую невозможно смотреть, хотя по информационной составляющей она очень шикарна. Ну, есть такой вариант модели RZB, который идет для внутри компьютера. Есть еще модель CMUK, но мы о ней сейчас не говорим. То есть, если у вас изображение на экране одно, то на печати оно немножко другое. Но вы, делая презентации компьютерной в компьютерном дизайне, должны учитывать именно эту модель. Особенность ее, то есть каждый пиксель, он состоит только из трех цветов. Это идет еще исторически из тех мониторов, которые были изначально, старые с лучевой трубкой, где было три цвета. На современном этапе каждый пиксель, он составляется с учетом, опять же, красного, зеленого и синего. И используется 256 цветов красного, зеленого и синего. И эти сочетания дают количество цветов, посмотрите, 16 миллионов. То есть, вот он и цвет. То есть, глубина одного цвета у нас получается 8 бит. Да, глубина цвета. Если у нас цветов 3, 24 бита у вас идет на 1 пиксель. Но я к тому, что говорю, если у вас цветная фотография, то объем ее, качественной цветной фотографии, конечно, будет больше, чем объем черно-белой фотографии. Как же подобрать цвет, как же эту красоту остановить и остановиться на трех цветов из 16 миллионов? Да, как эти тона и полутона взять? И вот здесь уже работает вариант того, что каждая цветовая модель. И вот сейчас мы подходим больше к практике. Цветовая модель в компьютере, она не хранится в десятичном коде. Она хранится в специальном 16-ти ричном коде, который представляется шестью цифрами. Первые две цифры, это у нас отвечает за красные слева, я говорю дальше, зеленые и синие. И, например, все веб-страницы, если закопнуть поглубже, цветовая составляющая каждой части сайта, она хранится в 16-ти ричном коде. И вот нам для работы с кодировками иногда нужно будет 16-ти ричный код, а иногда нужно будет подбор вот такого вот десятичного кода вот этих наших цифр, которые есть. Что могу сказать? У нас на современном этапе, если мы говорим про серьезные графические редакторы, и Adobe Photoshop, и CorelDRAW, и GIMP, то и офисные редакторы, онлайн редакторы, то там есть две модели, обе. И та, и другая. И десятичная, и шестнадцатиричная кодировка, я имею в виду. Если мы говорим, допустим, про Powerpoint, то там цвета, если вы хотите сделать, они идут в десятичном варианте. Если мы говорим про сайты Google, презентации Google, то они идут как раз в 16-ти ричном варианте. Что на 16-ти ричном этапе более эффективно, более удобно для применения. Хотя можно сделать и корректировку для десятичной системы. Из того, что пока говорю, коллеги, понятно, ясно, есть какие-то вопросы из того, что здесь отобразила, чтобы я, да, спокойно шла дальше. Пока это теория, но я уже приближаюсь к тому, где мы это можем использовать. Так, идем, значит, дальше. Итак, подбор цвета. А вот теперь вопрос того, как же остановиться на цвете, где это взять, какими это можно идеями реализовать. Я пользуюсь очень активно сайтом InCover Balance. Есть много сайтов по подбору цветов, есть теория цвета очень много. И в ней сложно потеряться. Я работаю много со студентами, и с дизайнерами, и с недизайнерами. Когда даешь вариант, ну вот сайты дебили, да, и начинается выбор палитры, творческий полет пошел и ушел. Ну, и потеряться в цветах очень сложно. Получается, нужно когда-то остановиться, а это время. Поэтому вот для меня InCover Balance, он выгоднее, чем отдельная вот этот вот Color Scheme. Но я вам сейчас ссылочку на сайт Color Scheme даю. И так, где я сейчас, вот, в чат сейчас кину. Ну, вот она, это Color Scheme и InCover Balance. То есть, если вы пройдете по этим ссылкам, то вы увидите разницу в представлении сайта. Ну, Color Scheme, чем она хороша? Вот, для начала давайте InCover Balance. Посмотрите, почему я с ней больше работаю, с этой платформой. Ну, во-первых, посмотрите, когда вы выбираете цвета, что можно определить? Посмотрите, вот здесь подборка цвета. Допустим, вы говорите, ну, мне нравится синий цвет. Указывайте синий. И вам выдастся палитра, в которой есть синий цвет. И вы уже увидите, как он будет отображаться в каких-то фотографиях. Каких-то специальных фото, которые идут сверху, Flat Play, да, которые показывают какой-то натюрморт или расположение мебели. Ну, в основном это фотографии. Самое, что полезное в этом плане, показаны цвета, которые входят в эту палитру. И вы можете дальше увидеть коды этих цветов. То есть, вот комплект цветов и коды, которые вы можете взять для себя. Вот, например, посмотрите, палитра, которая представлена, да, у нас есть цвета. И вот они, 16-ти речные коды, которые нам пригодятся. Для чего они пригодятся? Для рамочек, для текста, для фона, для сочетания, для тонирования цветов. Вот это все идет у нас здесь в наборе. И не нужно ломать голову. И здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять цветов. Обычно трех цветов бывает для учебной презентации мало. Иногда нужно выбирать цвета, которые вот акцент делают. И это в пять цветов можно уложить более удобно, чем в три цвета, которые рекомендуются в бизнесе. Если мы говорим о колор-схеме, то она, эта платформа более обширная, четкая. В ней можно посмотреть, подобрать каталоги цветов и подобрать, посмотрите, элементы цветовых сочетаний. То есть, вы можете выбрать, посмотрите, в данном случае три цвета. Вам выдается три цвета, которые вы видите, посмотрите, сочетание RGB по десятичному варианту и шестнадцатиричный код. То есть, пользуясь колор-схеме, вы можете сразу выбрать сочетание трех цветов, четырех, трех, которые стоят рядом. Но тут уже теория цвета идет. И в которой вы можете уже выбирать свою цветовую палитру. И ее потом, конечно, нужно сохранить. Вот он, колор-схема, вы можете посмотреть, что еще здесь. Оттенки цветов, которые идут. Это то, что работа с платформой. Дальше, как мы это применяем в нашей презентации? Где мы это можем применить? Как мы с этим можем дальше работать? Как делаю это я? Допустим, я взяла в мою презентацию оттенок из Color Balance оттенки вот такой вот палитры, который у меня есть. Я раскрыла их все в сочетании и 16-ричные, вот они, коды, и в десятичном варианте. То есть, чтобы было и так, и так. В зависимости от того, где я буду работать. В облачном платформе или в PowerPoint, который у меня будет на компьютере установлен. И я заготовила автофигуры с этими цветовыми номерами. Зачем? После заготовки этих автофигур автоматически цвета попадают в палитру, которые были сделаны у вас. И вы уже потом легко подбираете все фигуры, стрелки, рамки, фоны, которые у вас будут сочетаться с вашими, со всеми изображениями, с текстами, с рамочками. То есть, получится очень все аккуратно и быстро. Ну, например, посмотрите. Пример того, как модернизировалась презентация, да, корректировалась. Какие цветовые оттенки где идут. Посмотрите, вот она палитра, которую я брала для работы. И какие оттенки использовала для создания, выписания теней, фоновым вариантом использовала, да, тонирование картинки в этот цвет. То есть, у меня два цвета, можно было картиночку затонировать. И вот именно я указала, что тонирование будет происходить из два цвета. Фоновое изображение, которое идут за вот этими часами, вот здесь часы, вот они, тон цвета. Могу сказать, что все эти действия, тонирование, подбор, корректировка, я производила в Powerpoint, Microsoft Powerpoint. И Google презентация. Я знаю все редакторы профессиональные, в них работало. Но если нужно сделать быстро, очень быстро, то Powerpoint это незаменимая вещь. Нужно просто знать, как с ним работать. Да, иногда я использую PointNet для наслоения. Но это уже когда совсем нужно взять профессиональный вариант фотографии, стереть лишнее, наслоить и уже сделать уникальную фотографию. Это более профессионально. Когда это дольше по времени, тогда изготовление презентации. Поэтому здесь использую вот такие моменты. Все приемы реализуемы обычными преподавателями. Я это знаю точно. Да, может быть они сначала не очень легко воспринимаются, но они всегда возможны для реализации. Где можно выбрать дизайн более легко для себя? Для меня на современном этапе очень хорошо применим. Это редактор Canva. Редактор платформы, я бы сказала. Вот здесь она англоязычная. Но с помощью Google Chrome есть переводчик. Если тот, то языковыми вариантами не владеет. И можно там пространство и простор для своей работы делать очень большой. Canva. Возможность этого редактора обширна. На современном этапе они очень-очень-очень развиваются. Что могу сказать? Очень быстрые, краткие, хорошие ролики для общего понимания идеи. Школа дизайна в Canva. Еще раз напоминаю. Сервис англоязычный. Поэтому можно туда зайти и посмотреть, что происходит. Можно создать команду. То есть что? Какие моменты? Например, вариант бывает такой, что вы создали, у вас есть идеи вашей работы, вашей презентации, какие-то там учебные моменты. Вы в Canva сделали. Все, вот и денете. Дальше понимаете, что вот что-то нужно доделать, но цветочка к платью не хватает. И какого-то там аксессуара, который мы, например, рассматриваем для великих модельеров. Да, вот маленький аксессуар, маленький какой-то акцент сделать и не понимаете, что. Так можно сделать, создать команду совместную, где вот эта корректировка будет проходить совместно. Все дизайны сохраняются. У вас, вы заводите там аккаунт, я спокойно захожу под Google аккаунт, мне это удобно. И это все у вас сохраняется. Вы можете открыть ваши разработанные дизайны на планшете, на телефоне, на компьютере, где угодно. Они везде сохраняются. Бывает так, что я куда-то в дороге, если еду, то, сделав что-то на компьютере, я потом могу подкорректировать на телефоне. Или наоборот, пришла какая-то идея дизайна, я ее быстро оформила, подобрала какой-то шаблон в конве, который мне, как кажется, более-менее будет очень удобен для работы. И дальше с ним уже работаю на компьютере. То есть, здесь вот вариант работы в конве очень удобен. Что там можно сделать? Можно делать презентацию, можно обрабатывать фотографии, можно выбирать пиктограммы. Какой минус этого всего? Что есть платные и бесплатные варианты. Бесплатные варианты можно скачать в разных форматах, которые предлагает конва. То есть, вы туда зайдите, посмотрите, сервис очень интересный. В любом случае, можно увидеть хотя бы примеры того, как делать. У них разбито все по направлениям. Это очень хорошо. Сохранять можно как PDF, так и картинки. Возможности, как бы, очень большие. Но главное не уйти в творчество совсем по отбору этого. Это все тоже время. Поэтому по определенным цветовым направлениям я вам и говорю, что вот это вот можно корректировать. Ну и теперь, как я использовала эти мои действия, посмотрите в корректировке. Еще раз повторюсь, что если говорить про дизайн для бизнес-презентации, то там в основном сейчас используется векторная графика, изображения, фотографии. Они могут не нести такой смысловой нагрузки или как-то стилизоваться так, что в основном прорисовываются дизайнерами такие дополнительные элементы. Для обычных преподавателей, которые занимаются, для репетиторов, которые ведут занятия, разработка этих дизайнов – это время, я уже говорила. Это первое. И второе. Не всегда можно фотографию или иллюстрацию к учебному материалу убрать цветовую палитру. Допустим, вот пример был корректировки сайта. Корректировала я сайта раздел для учеников презентациями. И я себе пометила, заменить стилистику размещения фото. Пример на слайде. Вот, например, следующий. И первый вариант, который я попробовала создать, это, посмотрите, то есть я затонировала в один цвет фотографии, да? Это все возможно в пауэрпоинте. Но посмотрите, качество изображения вот этого разрешения было очень плохое. И когда оно затонировалось, то это получается каша, некрасиво, то есть не видно, смысловая направляющая для обучения просто теряется. Да, получились рамочки, получился вот такой вот цвет, неплохо, все хорошо. Но вот здесь непонятно, что на этой картинке находится. И это уже минус, который очень явно снимает эффективность подачи сайта. Это был сайт для учителя истории, да? И по истории невозможно, то есть учебники цветные, иллюстрации цветные, восприятие цвета, невозможно все давать в черно-белом варианте. Если уж сейчас старые пленки расцвечивают, то зачем же нам убирать в черно-белый формат цветные иллюстрации? Остановилась на вот таком дизайне, где был вариант более аккуратный, я бы сказала. Что произошло здесь, если сравнивать с предыдущим? Ну вот я сейчас перелесну и активно вам сравню вот этот. Опять же, посмотрите, вот эта картиночка цветная верхняя с закругленными элементами. И внизу квадратная картинка, прямоугольная вернее, но не очень хорошего качества. Как я сделала единообразие? То есть фон, если вы используете цветные фотографии, иллюстрации, то, конечно, фон нужно сделать максимально светлый, однотонный. Не нужно накладывать фото или иллюстрации еще на какую-то иллюстрацию. Это очень большое искусство, это воспринимается тяжело глазом. А тем более, если идет учебный процесс, то это будет не очень эффективно, я бы сказала, вообще для обучения. У вас эта презентация будет на руках, вы ее скачаете. Вот эта ссылочка на сайт этого преподавателя, где я корректировала дизайн. Это мой бывший ученик. И вот он вышел на конкурс «Учитель России», занял 5 место. Вернее, он вошел в пятерку лидеров. И стал учителем года среди России. Но идея такая, то есть помочь скорректировать, подача информации. Контент, то, что содержание, я не меняла вообще. Это его разработки, да, профессиональные, да, он начинающий. Но подача этого материала, она требовала вот такую пестроту убрать. Что здесь происходит? Давайте я сейчас посмотрю. Итак, коллеги, чтобы я дальше говорила, сильно зависает трансляция. Действительно ли у всех зависает? Или какие-то технические моменты другим? Как видно, слышно то, что говорю? Посмотрите, пожалуйста. То есть это может быть... Ага. Спасибо. Тогда продолжаем, да? Итак, еще раз перелистну на предыдущий слайд, чтобы просто сравнить. Вот он такой пестрый. Опять же, так как нужно было сделать быстро, корректировку этих изображений проводила в PowerPoint. Это была выпрямлена вот эта картиночка. Вот она, картинка, которая выпрямлена. Я убрала здесь округлости. У этой картиночки я разрешение не трогала, размер ее не трогала. А вот верхнюю картинку я чуть-чуть сделала пошире и наложила эффект рамки белой, которая как бы объединила эти картинки в единое. И еще в PowerPoint есть быстрый вариант тонирования. То есть я подобрала единый фильтр, который, посмотрите, он тоже объединил. Он не убрал полностью цвет, а он слегка приглушил какие-то всплески. Вот этот момент активности. Вот пример тоже разработки презентации, корректировки презентации, не разработки. То есть разработка презентации – это идея, направление, структура, разбивка по слайдам, основные вопросы. Это за учителем. Вот в этом учебный контент очень важно, что это ваша идея. А вот корректировка – это уже момент дополнительный. Но иногда он играет 50% успешного представления вашего учебного материала. Я взяла для идей корректировки шаблон. Вот у меня шаблон презентации, с которым я работала. Но напрямую я этот шаблон… Посмотрите, это бизнес-шаблон. Это бизнес-шаблон, которым дана стилистика бизнеса. Посмотрите, то есть впереди какие-то варианты изображения. Вот она, фоновая картинка. Вот слева идет блок графический, сверху блок графический. И вот такие переходы. Да, внизу такой вариант. И напрямую использовать эту презентацию для бизнеса в учебном варианте было неэффективно. Ну вот никак. Поэтому я стилизовала вот этот шаблон. То есть здесь творческая идея убрать этот шаблон и его скомпоновала. Я изменила цветовую палитру. Ну вот здесь цветовая палитра. Видно вот этот слайдик, вот этот слайдик, который у меня есть. И внизу. Что еще? Вариант представления плана. План ввела в пиктограммы, которые вот они работают для смысловой составляющей. Картиночка, посмотрите, вот на этом слайде. Вот на этом слайде. Картиночка та же, что и впереди. Но просто я использовала элементы обрезки. Просто я ее уменьшила немножко. И наверху у слайдов, которые уже идут по пунктам плана, нужны были акценты. Так как это учебная презентация. Ученикам нужно было показать этапы. Первое, второе, третье, акценты. И вот здесь применялся акцентированный цвет. То есть это тоже подбиралось палитра. Ну вот в фиолетовом варианте, который здесь, фиолетово-сиреневый, вот в этой презентации, мне не очень легло в глазу. Но как-то вот у меня лично, как у творческого человека, у меня не пошло. Вот, не знаю, мне так не понравилось. Как-то он был очень грубо смотрелся. Причем здесь идет, посмотрите, градиентный вариант заливки. А градиент и плюс еще информативность и дополнительные акценты, они очень отвлекают. Поэтому вот этот градиент приходилось убирать. Вот он градиент. Тут чуть-чуть светлая, а наверху темная. Этот градиент, когда убрался в единый вариант цвета, в общий, он был очень грубым для восприятия, некрасивым. И поэтому нужно было единый фоновый момент. То есть, если на этот градиент накладывать какие-то пиктограммы, акценты, моменты, то нужно смотреть, не будет ли он как дополнительным лишним цветом. Высоту вот так. Хорошо, высоту цветовой плашки привести к одному значению. Вы имеете в виду вот эти цветовые? Плашки имеются в виду. Так, я правильно поняла вопрос? Идея такая. Сейчас поясню, почему они здесь. Это выборка из 25 слайдов. Это не единые слайды. Поэтому здесь идет цветовой момент вот этой плашки. Тогда бы не уместилась акцент и задумка преподавателя по слайдам. Разбивалась вообще. Да, я сторонник того, чтобы единый. Но вот там, где идут акценты, посмотрите, первая, вторая плашка единая. Вот здесь были акценты из работ учащихся. Плашка единая. То есть ширина вот этой плашки, она была задумана по блокам в презентации. Но разные цвета в блоках тоже нельзя было вводить. Вот этот момент, он тоже очень важный. Я тогда в материалах просто выложу, наверное, эту презентацию. Это моя коллега Матвеева Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы. То есть контент весь ее. Она представляла эту презентацию, это ее работа. Просто нужна была коррекция по цвету, которая на конкурс. Да, вот этот вот момент, который очень важен. Это вот один из вариантов. То есть я к чему, что можно корректировку шаблона проводить. Можно брать шаблоны. Есть много сайтов, шаблонов презентации PowerPoint. Они бесплатные. Но напрямую шаблоны очень тяжело применяются в обучении. Они для бизнеса, да. Для каких-то, если вы, допустим, хотите, например, я бы сказала, скажем так, представить результаты своей работы. Результаты по ЕГЭ, результаты по контрольным, результаты по каким-то исследованиям, которые тоже у вас есть. Бизнес-презентации ложатся на ура. Пожалуйста, применяйте. Если у вас учебный момент, то здесь уже надо очень подумать, как вы будете с ними работать. Это вот такой момент. Ну и теперь основные рекомендации, которые я бы дала по этим направлениям, по работам. Потому что что здесь делать? Ну, первое, основное сбор информации. Это за вами. Сначала вы просто набираете информацию. Группировка, разбиение на блоке. То есть вы представляете себе в голове, что, зачем будет идти. Потом вы подбираете иллюстрации по теме. Любые сначала, которые бы вы хотели, чтобы у вас были. Векторные, растровые. Любые, которые будут. Чтобы вы примерно понимали. Даже если вы будете обращаться к кому-то за крикетировкой, да, к коллеге. Или там, может быть, платные варианты. Есть такие моменты. Ну, опять же, может быть, в школах, как обычно делается. Но не знаю, как насчет обычном. В принципе, есть всегда друзья, коллеги, учителя, которые говорят, посмотри, слушай, как тебе вот этот вот цветовой момент. Скажите, знаешь, не очень хорошо. Есть преподаватели, которые сработала. Я, они говорят, ну, я четко понимаю, что я знаю, что здесь должны первое, второе, третье. Но с цветом у меня идут проблемы. Почему я говорю вот об этом вот моменте? Представление на конкурсе педагогические высокого уровня. Несмотря на то, что да, мы идем за составляющей. И вроде как говорят, да кто там смотреть будет, народу много. Нет, смотреть будут. Будут смотреть и всегда смотрят. И есть обязательно люди, которые и за дизайн отвечают. Итак, вот здесь выбор цвета будущей презентации. Сайты по подбору цвета. От трех до пяти цветов. Почему я говорила in color balance? Наиболее таки эффективно. Опять же, недолго. То, что вам даже, еще такой момент, выбор цвета. Вот здесь вот нюанс, выбор цвета. Выбирайте сначала то, что нравится вам вот в душе. Да, с чем бы вам было интересно работать. Иногда бывает, что вот мне, например, нравится синий и фиолетовый. Но фиолетовый вот не всегда ложится хорошо. Некоторым нравится красный. Вот с ним работать, да, выбрали. Указали красный, что вам предлагали. Иногда меня просили корректировать. Там как раз было в красном цвете, в коричневом. Очень тяжело шла корректировка сочетания. Потому что выдержать было в иллюстрации тяжело. Потому что не ложился он со мной этот цвет. Но это уже другой вопрос. Дальше заготовка автофигур, которым вы будете работать. Если возможно, то сделать тонирование и иллюстрации, стилистику выбранных цветов. Если это невозможно, то сделать объединяющие какие-то рамки, пиктограммы в заголовках по цветам темы. Ну и вот здесь вопрос, где же брать пиктограммы. Могу вам сказать один способ, который очень интересный. На современном этапе открыл его недавно. То есть пиктограммы бесплатные. Очень хорошо вставляются в Microsoft PowerPoint онлайн. Если у вас есть Яндекс.Почта или Мэйл.Почта. В принципе, по-моему, даже и Microsoft Онлайн, он и без всяких почек. Там, правда, нужно зарегистрироваться. Я делаю как? У меня и Яндекс.Почта, и Гугл.Почта, и Мэйл.Почта. И я захожу в облако Мэйл или в облако Яндекс. Создаю создание презентации. И там можно вставка. И есть картинки. И там пиктограммы, которые вы можете себе сохранить на слайде по нужным вам темам. Потом уже войти в PowerPoint и тонировать их любыми цветами, которые вам уже подойдут в голову, придут. Или какие-то конкретные моменты. Если говорить про те примеры приемов более подробно, да, чтобы вам посмотреть вообще о чем речь, у меня есть мой сайт. Я делала, кстати, делала, получилось, что я его сделала для того, чтобы пройти курс от Директ Академии у Марины Анатольевны Орешко. Это великолепный курс, благодарна за то, что она мне, как бы профессионалу в графике. Я нашла очень много дополнительных инструментов, которые можно применить еще, ну то есть творческому человеку всегда и чему учиться. И вот на этом сайте вы можете посмотреть мои работы, именно которые в стилистике. Вот то, о чем я говорила. Там еще и работа с платформой Prezi. Если говорить отдельно про программы, которые разрабатывают презентации, то если напрямую говорить, то для преподавателей нужно осваивать максимально, вот мой взгляд. Именно, так, я так понимаю, извиняюсь, запись будет, да. Я уверена, в Директ Академии всегда все четко, запись будет обязательно. Если говорить про программу презентации, которая сейчас эффективная, активная и стильная. Ну вот я вам сказала, канва, правда сервис англоязычный, какие-то инструменты платные. Если говорить про Prezi, Prezi летающие презентации, это тоже англоязычный сервис. Там вы можете увидеть тоже шаблоны презентации, которые бы для вас подходили, стиль презентации. Но на современном этапе Prezi это платный вариант. Если вы хотите что-то такое ценное там сделать и уже дальше для себя работать, то надо подумать, как вы это будете применять, потому что ценовой вопрос, он тоже имеет место быть. Это во-первых. Во-вторых, работа в Prezi, она немножко дольше для работы, чем Powerpoint или с обычными презентациями Google. И требует, конечно, определенного навыка. В любом случае, с любой программой, с которой вы будете работать по презентациям, это время, силы, желания. Это время, силы, желания. И, конечно, это нужно освоить. Поэтому здесь один момент, что вы, первое, не должны отвыкать от того, что у вас должна быть канва вашей работы. И потом уже потихоньку вы начнете делать дизайн. Но я хочу сказать тому, что дизайн для учебных презентаций очень-очень важен. Так как визуальная составляющая, сейчас дети, которые воспринимают все зрительно, у них смартфоны, айфоны и очень многое, и нужно их заинтересовать. Если я могу сказать, зная коллег, репетиторов, что они понимают эту проблему в какой-то степени, потому что, допустим, физикам, математикам, я не говорю, что они люди, не знающие, просто это по времени, и стараются как-то это корректировать. Понимая, что затраты этого времени, оно каким-то образом отразится положительно на бизнесе, то учителям, работающих в госучреждениях, я понимаю, что не всегда хватает времени на это, потому что определенные какие-то моменты. Но, опять же, это интересная перспектива, вы можете сохранить этот вид работы, презентации, и потом в портфолио у вас оно всегда будет. И вот примерно в первый раз только сложно это все проработать, но портфолио потом останется надолго-долго-долго. Никто не знает, в каком вы конкурсе сможете участвовать. Сделав эту работу один раз, проработав дизайн, вы можете ее применять очень активно. Еще один момент, почему дизайн нужно корректировать и контролировать, как оно смотрится, с учетом наших учеников, потому что ученики наши развиваются. У многих преподавателей современных я вижу PowerPoint и примеры из 2003 офиса, старых презентаций. Ребята тоже это все знают, они осваиваются быстрее. И получается, что восприятие информации идет, ой, какое-то старье древнее, хотя информация сама очень четкая. Если даже вы отсканировали изображение, и они как-то криво-косо на слайдах находятся, это тоже не очень красиво. Поэтому получается, что профессионализм зависит и вот от таких составляющих, как подача вашего материала. Итак, коллеги, спасибо большое за внимание. Пожалуйста, у кого-то есть вопросы? По поводу вопросов, я вот по поводу записи, я поняла, что все есть, все будет. По поводу презентации в папочке я сейчас проверю. Надеюсь, вам была полезна эта информация моя. Огромное спасибо за внимание. Я сейчас скину в материалах примерно два шаблона, которые можете, пожалуйста, себе скачивать. Я тогда сейчас просто добавлю пример презентации. Тема очень обширная, очень большая, но очень интересная. И я просто вам скину с разрешения, опять же, Елены Геннадьевны, что вот эта презентация, которую я вам показывала, часы, вы можете себе просто посмотреть. Это работа именно ее. Я просто помогала с цветом направления. Творческий учитель, работающий. Самое интересное, что была просто презентация не просто на бумаге, а учитель сделал все сам, просто дальше корректировка. Я уже немного корректировала расположение на слайдах, но опять же, если учитель продумал идею, то я не могу, конечно, за учителя разбивку эту прям резко менять. Это тоже такой вот момент, очень важный. Поэтому вот, пожалуйста, все эти конкурсные презентации на сайте. Надеюсь, там отображены моменты тоже работы коллег. Если нужно будет как-то, если нужно какие-то корректировки, помощь в чем-то, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, мои координаты можно будет найти. Тогда уже я могу просто скинуть с разрешения Павла Юрьевича, если нужно, просто свой профиль в Facebook там писать. Если это нужно будет и с разрешения. Так что у меня пока все. Надеюсь, спасибо, рада, что понравилось. Но тема... Тогда я просто сейчас скину... Спасибо, Павла Юрьевич, я сейчас просто скину ссылку на свой профиль. Если кому-то нужно будет помочь, потому что я знаю, что такое просто какой-то затык. Это очень... Ой-ой-ой, там... А, правильно пишу всем. Вот это... Если прочитать про меня, я сейчас работаю на... Где поподробнее обо мне-то? Пока что мои все направления, это я есть в Instagram, я там о себе только пока развиваюсь. Называется Сапожник без сапог. И у меня, кстати, получилась вот идея того, что... Проблема с дизайном, да? Я сама задумалась, думаю, как же ты можешь это сделать. И я просто так сейчас одну про себя, чтобы если вы... Так, сейчас один момент, то, что обо мне... Так, сейчас вот это нажимай. Так. Вот еще... Еще один вопрос. И вопрос, Павел Юрьевич, могу ли я скинуть сюда просто ссылку о себе с сайта ваш репетитор? Или уже просто почитать, люди? Спасибо. Просто моя анкета, а вы уже посмотрите направление более подробно, там, что, кто и как. Так. Вот Елена Геннадьевна в чате, благодарность ей огромная, что вот благодаря ей получилось такое фиктивное продвижение. Так, это реакция во мне. Да, нужно продолжить обучение и все, и нужно целое... Меня просили сделать курс, ну вот опять же надо это все делать. Так, что профессионально... Ну, опять же говорю, коллеги, первое, это ваш профессиональный блог. Вот это все, то есть первая идея, это ваша. И только потом уже свет, как составляющий момент. Это очень-очень такие две единые идеи. Так что тогда, я так понимаю, мы можем заканчивать. Павел Юрьевич, огромное спасибо, что позволили скинуть ссылки, что провести вебинар очень радостно. Надеюсь, было понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, я забыл. Ну, надеюсь, вы что-то слышали, тем не менее. Желаю вам хороших выходных и напоминаю, что у нас впереди две недели, две полные недели вебинаров. Приходите, будет интересно, будут хорошие спикеры. Продолжение следует...